Здравствуйте, в эфире авторский YouTube-канал «Современный разговор» с Расимом Бабаевым, представляю в очередной вашему вниманию заместителя генерального директора информационного агентства «Вестник Кавказа» Андрея Петрова. Здравствуйте, Андрей. Рад вас видеть. Здравствуйте, Расим. И я вас рад. Мы с вами как бы сегодня договорились на сегодня записываться и как бы попали, сорвали, наверное, миллион или как там попали, цели в бровь, попали в глаз. Почему? Потому что вот сегодня мы видели, какие с заявлением выступили президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, находясь в Литве, президент Азербайджана сказал, что заключение мирного договора с Арменией неизбежно. В свою очередь Пашинян сегодня заявил о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабаха. Как говорится, это было ожидаемо, что вот Пашинян именно так выступит, потому что, как говорил президент Азербайджана, он сказал А, но не сказал Б. Наконец-то он сегодня Б тоже сказал, что типа они признают Карабах азербайджанским. Но зная Никола Пашиняна, можно ли предположить, что он опять будет менять территорию или все-таки он на сей раз говорит правду? Да, я с вами согласен. Надо еще посмотреть, что дальше будет делать Никол Пашиняна и в целом Ереван в исполнении тех обещаний, которые уже были даны. На мой взгляд, сейчас появился определенный позитив в армяно-азербайджанскому регулировании, и Армения сейчас стала действительно более заинтересованной в том, чтобы как-то решать наиболее ключевые вопросы, которые стоят между Баку и Ереван. Здесь есть несколько причин. Я думаю, таким стартовым пусковым крючком и моментом истины послужило 23 апреля, который мы с вами уже обсуждали, когда Азербайджан установил КПП на въезде в Лачинский коридор. С одной стороны, для Азербайджана это стало прекращением бесконтрольного ввоза теми или иными путями через Лачинский коридор оружия и боевиков, и таким образом мгновенно просто прекратилась проблема подготовки Армении карабахских сепаратистов к реваншу. С другой стороны, для Армении это стало проверкой, сможет ли она как-то через международных каких-то своих спонсоров на западе или на востоке добиться отмены Азербайджанского КПП в Лачинском коридоре. Этого не произошло. И, соответственно, с одной стороны, благодаря КПП регион резко шагнул к миру, потому что прекратилось нарастание военной эскалации. С другой стороны, Армения увидела, что ее никто не поддерживает в ее агрессивных антиазербайджанских планах. На мой взгляд, в сегодняшнем выступлении Николы Пашиняна самой ключевой фразой стали его слова о том, что Армении нужен мир на Южном Кавказе, потому что она не может надеть ни на какие-то третьи страны, которые будут ее поддерживать, потому что в любой момент такие страны могут заявить, что у них есть свои проблемы, и оставить Армении. Получается, что если она не помирилась с Азербайджаном и с Турцией, то оставить ее в окружении врагов одну. А если Армения хочет выжить, вот такая была мысль Николы Пашинянов, то ей нужно прекратить вот такую политику, пытаться спрятаться за чью-то спину, потому что ее рано или поздно все равно отдадут Азербайджану и Турции, и помириться со своими соседями. Вот это, на мой взгляд, самое главное, что он сказал. Что касается признания территориальной целостности, то он Николу Пашиняна протяжении больше, чем полугода так постепенно его признавал, начиная со встречи в Праге, где территориальная целостность была взаимно признана уже по Латинской декларации. На днях, когда встречались 14 мая Ильхам Алиев и Капашинян в Брюсселе, они признали это уже с площадью, уже из площади, которую признает, согласно признать Армению за площадь Азербайджана, входит Карабахский экономический район. И из этого понятно, что она уже признается. И сегодня он уже просто, это уже самыми открытыми словами, какими только можно, сказал, что территориальная целостность будет признана. На мой взгляд, очень важно, что помимо Карабаха он объявил, что Армения признает частью Азербайджана и азербайджанские анклавы внутри Армении, которые находятся. Они их редко вспоминают, потому что это небольшие такие кусочки территории, но Армения и эту территорию будут считать территорией Азербайджана. То есть на таком уровне сейчас находятся переговоры, что уже имеет смысл говорить и об этих частях азербайджанской территории. Из-за этого следует, что переговоры продвинулись довольно далеко. Почему Никол Пашинян сейчас начал говорить о том, что Армению уже никто не поможет и никто не поддержит, и поэтому она должна мириться с соседями? Я думаю, причина в том, что на последних консультациях, которые были в США с участием глав МИД и глав государства в Брюсселе, Пашиняну и Мирзаяну было прямо сказано, что США и Евросоюз, конечно, очень хотят оставаться в Армении, и они будут бороться за то, чтобы из Армении, из региона выдавить Россию. Но это единственное, что им интересно. Они не хотят воевать за Армению против Азербайджана. Евросоюз вообще никак не хочет воевать с Азербайджаном, потому что Азербайджан составляет в Европу газ. А сейчас, когда ввиду отказа от российского голубого топлива, каждый миллиард кубометров газа в Европе на счету, Азербайджан просто не может Евросоюз никак разбрасываться. Что касается США, то США хотят сохранять свое влияние во всем регионе, то есть и в Азербайджане тоже. Таким образом, и Вашингтон, и Брюссель сообщили Еревану, что они не будут конфликтовать с Баку. Им достаточно того, что они с помощью Еревана соревнуются с Москвой за влияние на Южном Кавказе. Таким образом, все просто бросили Ереван и его антиазербайджанские планы. И в итоге ничего другого уже не остается Николу Пашиняну, как идти на конструктивный диалог с Вихамом Алиевым и с Баку. Андрей, у меня вопрос. Какие последствия вызовет это сегодняшнее заявление Пашиняна внутри Армении о позиции, как будет себя вести, как будут зарубежные диаспоры вести в России, которая на западе, армянская диаспора. Вы сказали про КПП, открытие 23 апреля. Кто-то называет его КПП, кто-то называет ППП, потому что пограничный пропускной пункт на границе. Пока, в принципе, граница условная, но надеемся, что в конце концов она будет делимитирована, демаркирована. И вот после того, как пограничный пропускной пункт появился, мы видим невиданное доселе, значит, активность дипломатических усилий Запада, России. По-моему, никогда такого не было, чтобы в течение месяца столько встреч проводилось. И вот как вы считаете, с чем это связано, вот такая подобная активизация, да, вы сказали, но, может быть, я немножко уточняю вас, и у каких из, значит, этих центров мировых сил больше штансов привезти Баку и Ереван к заключению мирного договора? По порядку. Сначала про прогнозируемую реакцию в Ереване и в диаспоре. В диаспоре, в отличие от Армении, за прошедшие полгода или там год, ничего не изменилось, соответственно, и реакция будет исключительно негативная. Националистические круги, которые поддерживают сохранение сепаратистского проекта в Карабахе или общий курс Армении на построение мифической Великой Армении, у них все это сохраняется. Соответственно, они будут все это отрицать, все это осуждать и пытаться как-то давить под Пашиняна. Внутри Армении, разумеется, националисты тоже будут проводить свои митинги и пытаться как-то поднять народ на то, чтобы против Пашиняна какие-то выступления устроить и лишить его власти. Но тут оно наталкивается на несколько естественных проблем. Во-первых, те, кто ненавидит Пашиняна, они и так его ненавидели. И до этого ничего в их отношении к нему не изменилось. Все, кто считают Пашиняна предателем, считают его предателем два с половиной уже года со времен капитуляции Армении в Карабахской войне. Те, кто за то, чтобы Армения наладила нормальную жизнь с соседями и перестала рисковать своей жизнью просто ради какой-то националистической мечты националистов, те поддержат Пашиняна и не будут выходить на улицы, все будет нормально. Поэтому я думаю, что если что-то плохое внутри Армении произойдет, то это будет связано только с попыткой физического устранения Николы Пашиняна, чтобы вот таким способом замедлить, урегулировать. Но здесь, опять же, какая проблема? КПП-то уже стоит, его уже никак Армения убрать не может. То есть даже если сейчас Кочарян и Сарксян придут к власти обратно каким-то умонепостижимым путем, они ничего не смогут за этим сделать. Им придется в этом месте организовывать боевые действия. Азербайджан, естественно, к этому готов. Армения опять проиграет эти бои и опять ничего не изменится в армянскую пользу. Все останется в регионе, как и было. КПП останется, ничего не изменится. То есть тем силам, которые сейчас находятся внутри Армении, нужно просто признать реалии. И они постепенно эти реалии признают. А за пределами Армении все так и будут мечтать о построении Великой Армении, ругать Пашиняна и всех остальных, кто допустил урегулирование армяно-азербайджанских отношений. Второй пункт. Почему сейчас все так ускорилось после установки азербайджанского КПП? Как я сказал, КПП стал такой моментом истины и точкой невозврата по армяно-азербайджанскому регулированию, потому что теперь фактически карабахский проект закрыт. Соответственно, как только стало ясно, что бесконечно продлевать то, что было раньше, невозможно, началась конкуренция форматов за то, кто первое это урегулировал. Соответственно, активизировался Запад, потому что у него появилась явно хорошая возможность в урегулировании оставить свой след, как и поставить свой флажок Евросоюз или США, как первого, оказавшегося на вершине. А Россия, соответственно, пытается не отдать ему пальму первенства в этом деле. Мой прогноз таков, что, скорее всего, Пашинян, как человек, который поддерживает западный вектор в своей политике, он будет участвовать во всех встречах, на которые его зовут, и с Москвы. То есть встреча глав МИД сейчас будет в любом количестве происходить. Встреча на уровне лидеров стран. Но в России он не будет подписывать никаких кардинальных документов. То есть сегодня он сказал, что не исключено подписание документа по разблокированию коммуникаций, но такой документ уже был подписан в январе 2021 года. То есть, по сути, это будет не новшество, а повторение того, что есть. Просто, наконец, Армения согласна сделать то, что она уже обещала сделать два с лишним года назад. А вот 1 июня в Кишиневе, скорее всего, в присутствии Макрона и других европейцев Пашинян может подписать даже мирный договор. Просто чтобы сделать такой шаг против России и в пользу Евросоюза, что он делает это именно в Европе. Андрей, тогда вот мне непонятно, знаете, какая вот ситуация, что параллельно вот с заявлениями Пашиняна сегодняшними, Ереван подает вновь суд Международного ООН против Азербайджана, что-то пытаясь опять там восстанавливать какие-то претенции для себя на Лачинской дороге. Кроме того, вот вы сказали про открытие региональных коммуникаций. Речь наверняка в том числе идет о Зенгизурском коридоре. Так вот, если Зенгизурский коридор открывается, ваше мнение о том, как будет в этом случае действовать Тегерал, который все делает для того, чтобы показать своим поведением, что не хочет этого. И еще один вопрос, в догонку то, что сегодня он заявил об ОДКБ, что вопрос выхода Армении из ОДКБ не закрыт. И типа случится вот в том случае, если ОДКБ выйдет из Армении. Это вот в смысле заявление Пашиняна. И по поводу ОДКБ я... Ладно, я уже потом задам, потому что слишком много. Хорошо. По порядку. Что касается продолжения различных попыток Еревана давления на Баку через международные организации, то пока не произойдет полного примирения сторон, не будет подписан мирный договор, делимитирована граница, не стоит ожидать, что Армения прекратит антизиарбайджанскую деятельность на международных площадках. Потому что все это время, пока нет полноценных мирных отношений, Армения фактически сохраняет свои агрессивные планы. Что бы ни говорил Пашинян в парламенте, в правительстве, как бы мы этому ни радовались, все равно де-факто все сохраняется. И поэтому они будут продолжать давить Баку по всем площадкам. Происходит это из-за того, что Армении нужно как минимум что-то из-за проигрывания его ею компенсировать. Она не хочет совсем уж полностью проигрывать все, что только можно Азербайджану и пытается что-то отыграть. Один из важных вопросов, который встает прямо сейчас в процессе переговоров и будет стоять после подписания мирного договора, это вопрос выплаты Армении компенсации Азербайджану за весь тот ущерб, который был нанесен ранее оккупированным территорием за годы оккупации. Армения очень хотела бы от этого вопросу уйти, потому что это миллиарды, десятки миллиардов долларов финансовой компенсации у Армении. Если даже есть такие деньги, то она не хочет их отдавать, и поэтому она будет все равно стараться, даже соглашаясь на какие-то условия, на какие-то уступки, по максимуму торговаться с Азербайджаном, чтобы как можно меньше нести за эту ответственность. Отсюда и все уголовные дела, которые она пытается завести против Азербайджана, на международных площадках. Второй пункт. Тегеран действительно остается таким проблемным игроком в регионе, который не вполне понятно, как может на это отреагировать. Тут надо Азербайджану очень много, конечно, с Тегераном работать, и в жесткой форме, и в мягкой форме, жесткой может быть даже лучше, потому что нынешние власти Тегерана в Тегеране лучше понимают жесткую политику, будучи сами таким жестким игроком, для того, чтобы Тегеран согласен с тем, что будет дальше происходить. Что касается открытия, вот непосредственно открытия коммуникации, если вот в четверг подпишут договор, что Армения все открывает, тут надо же сказать, что открывать пока нечего, потому что за два с половиной года Армения ничего по маршруту Сангизурского коридора не построила, ни железную дорогу, ни тем более автомобильную, и поэтому там пока просто нечего делать, то есть Армения, если подписывает этот новый документ, она должна немедленно начать эту стройку, и вот нужно будет посмотреть, как Иран будет реагировать на строительство Армении транспортных коммуникаций на границе с Ираном. Будем надеяться, что все пройдет хорошо, и Россия сможет убедить Иран в том, что этому не надо препятствовать, потому что России нужен Сангизурский коридор, и Азербайджан сможет убедить и Турция. То есть если вот в таком комплексе стран работать с Ираном и убеждать его, что не надо негативно на это реагировать, что Иран получит выход в Армению по железной дороге через Норчеван, то, ну, я думаю, все будет хорошо. Если же с Ираном не заниматься, я правда не знаю, как можно с ним не заниматься, но если с ним не заниматься, то он вполне может дальше продолжать свои военные учения на границе, антиасербайджанскую риторику и другие совершенно ненужные регионы вещи. И по поводу ОДК я вас спрашиваю. Да, и третий вопрос по поводу ОДКБ. Мы не первый раз уже слышим эту странную формулировку о том, что ОДКБ выходит из Армении. Даже Марина Захарова как-то на это реагировала и спрашивала, когда же это ОДКБ в Армению входило, потому что это Армения входила уже в ОДКБ, а не наоборот. Такая формулировка является проявлением пассивно-агрессивной позиции Еревана по отношению всех интернереграционных проектов России. Армения не может сама просто взять и выйти, откуда хочет, потому что слишком сильные связи между Россией и Арменией на экономическом, политическом уровне и на гуманитарном тоже. Но Армения этого хочет. И поэтому она как бы пытается вытолкнуть Россию из себя, заявить, что Армения ничего не делает. Плохого это Россия, ОДКБ, недостаточно выполнять свои обязательства. И поэтому как бы ОДКБ из Армении выходит. Он сказал в этот раз, что Армения выйдет из ОДКБ, если ОДКБ покажет себя нередееспособной организацией. В переводе с Пашиняновского это означает, что если ОДКБ не будет делать то, что хочет Никол Пашинян. Но, естественно, ОДКБ не будет делать то, что хочет Никол Пашинян. ОДКБ будет делать то, что она обязана, и то, что в рамках ее обязательства выгодно. Поэтому я думаю, что выход Армении с ОДКБ, это, к сожалению, для России, для организации, это только вопрос времени. То есть Ереват сделает все, чтобы из организации выйти, и он из нее в конечном счете выйдет. А вот что будет происходить после этого, вот это мне сложно прогнозировать. По поводу того, что вы сказали, что Азербайджан должен с Ираном налаживать отношения, вы прекрасно знаете, что Баку с начала этого года с таким огромным давлением на себя со стороны Ирана, со стороны Франции. Тем не менее, мы открыли погранично-пропускной пункт, мы открыли посольство в Израиле. И, кроме того, на прошлой неделе подписан был договор о том, что строительство железной дороги Решет-Астара. Ирана, и кроме того, если вы говорите, что России необходима этот Зангизовский коридор, и Решет-Астара, Южная, Юг, Север-Юг, наверное, Россия тоже будет в этом отношении как-то пытаться с Тегераном вести переговор, призывать их к диалогу. Да, безусловно. Иран сейчас один из основных российских партнеров в условиях давления на нее Запада, и поэтому для России важно, чтобы Иран никуда не срывался и вел себя мирно. Соответственно, для Азербайджана это просто идеальный такой исход, когда России нужно, чтобы у него был стабильный выход через Иран на восток, потому что через Иран это означает и через Азербайджан тоже. Соответственно, если в отношениях Ирана-Азербайджана появляются какие-то негативные моменты, Россия будет стараться воздействовать на стороны так, чтобы эти негативные моменты были заглажены и прекращены. Поскольку весь негатив сейчас идет со стороны Ирана, а не со стороны Азербайджана, соответственно, Россия вместе с Азербайджаном работает с тем, чтобы Иран перестал предъявлять какие-то претензии Азербайджану и просто выполнял свои обязательства. У России для этого есть все средства, как политические, так и экономические. И то, что Россия на свои деньги будет финансировать завершение строительства железной дороги по участку Рештастара, и там будут участвовать российские эксперты, российская техника, позволяет надеяться на то, что Иран все-таки будет себя вести мирно и позитивно, потому что сейчас за счет Север-Юга у него будет максимум для него выгоды от большого международного проекта. Будем надеяться, что экономика поможет иранской политике вести себя конструктивно. Андрей, вы прогнозируете подписание значит мирного договора между Баку и Ереваном 1 июня в Кишиневе, но мы знаем, что в Кишиневе в столице Молдовы будет находиться президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, и мы помним, что было осенью, когда была четырехсторонняя встреча Алиев, Пашинян, Мишель и Макрон, после чего Макрон как бы ввел какую-то сумячься, разорвал, выбил как бы платформу из-под Брюсселя. Возможно ли, что в этот раз это может повториться? Он попытается помешать в очередной раз. Кроме того, по поводу ОДКБ сегодня Пашинян также заявил, что армия не приобретала вооружение у других стран, поскольку состоит ОДКБ. А так мы помним, что во время переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении в США армянские СМИ писали, что российские пограничники препятствуют прохождению закупленного Ереваном в Индии вооружения через территорию Ирана в Армению. И кроме того, вот сейчас в последнее время пишется израильские СМИ, в том числе, что Франция собирается поставлять летальное оружие Еревану. Понимаете, вот получается, что армянские СМИ писали о том, что они закупили и все время говорили, что они у Франции пытаются закупать, у Индии пытаются закупать, а сегодня он говорит, что мы члены ОДКБ, мы не закупали. Насколько это вот он говорит, правду? Ну, тут же обычная армянская история, когда Армения говорит, что она собирается на миллиарды купить оружие в какой-то стране, это означает, что она, скорее всего, будет пытаться это брать в кредиты и по возможности подольше его выплачивать. Все поставки вооружений, которые Россия продавала Армении, они все были через российские же кредиты, то есть за российские деньги, которые потом очень долго выплачивались, если выплачивались вообще. Соответственно, Пашинян может легко говорить о том, что Армения нигде не закупала оружие, потому что просто у Армении нет денег. Но между тем, в Армении, безусловно, есть и иранское оружие, французское оружие готовится, индийское оружие пытается въехать, американское оружие. Все страны, которые хотят Армении как-то повлиять на Армению, иметь там свой ресурс, они все туда поставляют оружие или пытаются поставить оружие, потому что это одна из тех цен, которые Армения ставит за влияние на нее. Поэтому Никол Пашинян здесь как минимум лукавит, что никакого другое оружие в Армению не поставлялось. Теперь, что касается Кишинева, ну, я такой позитивный прогнозист всегда, всегда надеюсь на лучшее. Обычно говорят, что не надо торопиться, это многих лет вопрос. Вот, я согласен. Возможно, что 1 июня в Кишиневе мирный договор не удастся подписать, потому что этому будет мешать Макрон. Но пока я вижу, что европейцы хотят обогнать Россию в урегулировании. И чтобы ее обогнать, нужны конкретные результаты. То есть вот последняя встреча в Брюсселе в присутствии Мишеля и заявление Мишеля по ее итогам показало, что европейцам уже недостаточно, чтобы Ильхам Алиев и Николай Пашинян просто встречались в Брюсселе или в каком-то другом европейском городе. Им нужно, чтобы они встречались, договаривались, соглашались на какие-то компромиссы или на какие-то взаимные действия, чтобы это можно было предъявить, грубо говоря, России и истории как европейское достижение. Поэтому Макрон в том числе будет стараться добиться результата, только он, скорее всего, будет подыгрывать Пашиняну и пытаться... Я, правда, не знаю, я вот как политолог не могу представить, как Эммануэль Макрон может давить на Ильхам Алиева. Азербайджан же ничем не зависим от Франции. Это глава МИД Франции приезжает сначала в Баку, а потом в Ереван, а не Джейхун Байрабов летает в Париж, чтобы вести переговоры. Поэтому непонятно, где тут французский президент может давить на азербайджанского президента. Скорее всего, он может давить на арбянского президента, который от него зависит и хочет от него зависеть. Именно поэтому я жду, что 1 июня что-то хорошее произойдет, будет подписан какой-то юридически обязывающий документ или сам мирный договор, или вот преддверие этого мирного договора, который сделает дорогу к полноценному миру на Южном Кавказе понятный, поэтапный и по календарному плану, как это требуется в заявлении Шарля Мишеля по строительству Зангизорского коридора. Андрей, вот вы сказали, что значит Ереван в конце концов выйдет из УТКБ. И у меня, естественно, возник такой вопрос, а какой будет судьба военной базы России в Армении? Какова судьба будет российских пограничников, которые осуществляют контроль за армянской границей? И вот Армения зависит экономически, инфраструктурно, зависит от России. В этом, как говорится, ракурсе, как будут развиваться события. И еще один вопрос, последний. Вот вы упомянули Турцию. Естественно, что я не мог не задать вам вопрос. Ожидается 28 числа, значит, второй тур выборов президента этой страны. И сегодня мы видим, что бывший кандидат президента отправил Альонса Оган, который набрал 5% голосов избирателей, пообещал поддержать Эрдугана. На втором туре выборов мы помним, что Эрдуган практически набрал, чуть-чуть не набрал до 50%, где-то 44-45% колыждарову набрал. Как вы думаете, чем завершаться вот эта баталия с Турцией? Что касается российских пограничников и российской военной базы, то нет сомнений в том, что Пашиньян будет стараться и их тоже из Армении убрать. Убрать вообще любое российское силовое присутствие. Экономическое присутствие ему нет смысла убирать, потому что оно все-таки приносит в бюджет Армении деньги. И другие страны пока не очень горят заниматься армянской экономикой. А вот силовиков российских, пограничников и военных, он, конечно, хотел бы убрать. Как это будет выглядеть, что будет делать Россия, вот как я уже говорил по выходу из АТКБ, мне очень сложно прогнозировать. Вот как-то европейские, армянские, азербайджанские, иранские стратегии и реакции мне просто прогнозировать. А что будет делать российское руководство, тут я просто теряюсь в догадках. Ну, конечно, будет сопротивляться. И я думаю, Армении не позволит все это сделать, но каким именно путем не позволит пока же только будущее. Что касается выборов в Турции, то я думаю, что исход выборов решен. Он решен в пользу Эрдогана, именно благодаря решению Синадогана его поддержать. Даже если из пяти человек, которые голосовали за Огана, только один придет на выборы и отдаст голос за Эрдогана, Эрдоган уже победил, потому что у него будет больше 50%. Калачдар Аглу в последние недели ведет очень такую неприятную для поддерживающих Россию людей в Турции политику. Пытается россиян как-то Москву, как-то критиковать, находить для нее какие-то обвинения, при том, что совершенно необоснованные. Он начинает проявлять себя как явно руководящийся западополитик. А Эрдоган же как раз строит всю свою внутреннюю политику на том, что Турция ведет себя независимо. Она следует своим собственным национальным интересам. Это принципиальный курс Эрдогана, что он готов ради этого, ради национальных интересов Турции, сколько угодно, ссориться с Западом и идти на любые какие нужные стране союзы с любыми государствами, в том числе с Россией. У такой политики Эрдогана видны одни только сплошные плюсы, не видно минусов, потому что для каждой страны самое главное, это чтобы она была суверенным государством, иначе она просто государством перестает быть страной. А Калачдар Аглу сейчас себя проявляет как более прозападный политик. Что происходит с прозападными странами, можно посмотреть на примере довольно большого количества других стран. И я думаю, что люди, которые не хотят, чтобы Турция теряла независимость, теперь, даже если они колебались, пойдут и проголосуют за Эрдоган. И в сумме с голосами Синана Аггана у Эрдогана надежные 50 плюс процентов, и на этом история фактически заканчивается, и 29 мая после выборов Эрдоган опять будет президентом Турции. То есть получается, что политика в регионе остается предсказуемой, нежели если... Так. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Уважаемые зрители, вы смотрите «Современный разговор» с Расим Бабаевым. Мой сегодняшний собеседник, который я с удовольствием представляю вашему вниманию. Заместитель генерального директора информационного агентства «Вестник Кавказа» Андрей Петров. Спасибо еще раз, Андрей. Всего наилучшего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова